Ну, я вообще-то не знаю насчет месячной нормы осадков, потому что то, что я видел, цифры были 48 миллиметров попала на ВДНХ, насколько я знаю, это все же половина месячной нормы. Но это рекорд, который, в общем-то, побил предыдущее значение для середины августа, было 130 лет назад, и там было 29 миллиметров, то есть это действительно очень много для Москвы, и думаю, что этот рекорд долго еще будет у нас значиться. Но вот можно ли это связать как-то с изменением климата, это очень сложно сделать, потому что, в принципе, в климатической науке не считается, скажем, приличным оценивать единичное явление и считать это каким-то свидетельством в пользу изменения климата или нет. Мы знаем, что изменение климата происходит. Для Москвы температура средняя выросла на 3 градуса, это очень много. И, конечно, это может какие-то влияния оказывать. Но данные единичные события, это может быть просто комбинация различных факторов. И, насколько я понимаю, в августе, до 10 августа была аномально жаркая погода в Москве до 30 градусов. Для августа это очень много. И все идет на контрасте. Вот с чем связано, как можно связать с изменением климата? Только то, что у нас очень контрастная погода. Я сейчас посмотрел прогноз на ближайшую неделю, и для Москвы там уже опять значится 29-30 градусов. То есть, вот этот холод уйдет с осадками, и опять придет тепло. То есть, у нас идет сейчас везде, по России, перемещение с севера на юг вот этих масс. Раньше это было до того, как изменение климата происходило. Это, в основном, запад-восток. А здесь вот и поэтому повышаются контрасты. Сначала тепло, потом холод. Когда холод сменяется и сменяет тепло, это всегда обильные осадки на атмосферных фронтах. Вот то, что произошло вчера. Потом придет еще теплая масса. То есть, все будет хорошо. Согласным прогнозам в ближайшее время.